Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске французский депутат Дина Ченьери покидает группу дружбы Франции и Азербайджан. У сохранившихся ковров из Шуши нет постоянного места. 10 января 1916 года – начало битвы Эрзрума. Азербайджанцы требовали, чтобы военнослужащий обратился в другую веру. У кого был крест, либо отобрали, либо уничтожили. Защитник прав человека. Педагогика геноцида против армян. Фильм о Гранте Динке скоро будет представлен зрителям. Армения выиграла мировой конкурс среди 3950 участников из 115 стран. В то время, когда армяне празднуют Рождество и великую надежду, которая несет этот праздник мира, я с ужасом отмечаю, что Азербайджан мучает и пытает армянских солдат и гражданских лиц самым худшим из возможных способов, сжигая кресты, которые эти пленные носят, как татуировки в знак верности своей вере. Эти варварские действия невыносимы и недостойны страны, которая является членом Совета Европы и режима, входящего в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Когда Азербайджан вторгся в Арцах 27 сентября 2020 года, он хотел, чтобы мы поверили, что это просто территориальный вопрос. Год спустя, когда военнопленные по-прежнему держатся в азербайджанских тюрьмах, вопреки международным конвенциям, режим делает еще один шаг к бесчестью, изобретая новые формы антихристианских пыток. Армянские дети первой христианской нации в мире всегда на протяжении 2000 лет незаметно носили на себе крест, символизирующий их веру. Сегодня, снимая этот религиозный символ с одежды, уничтожая его огнем и причиняя зверские страдания армянскому народу, Азербайджан переходит границы невыносимого. Поэтому я решил выйти из состава группы «Дружба Франция-Азербайджан», чтобы не поддерживать агрессивную практику, которая явно свидетельствует о желании уничтожить народ, его культуру и веру. Через 106 лет после геноцида, целью которого было уничтожение армян, история повторяется. Не может быть дружбы с мучителями, по совести говоря, я не могу с этим смириться. Сегодня я вручаю председателю национального собрания заявление об отставке из группы «Дружба Франция-Азербайджан» Дина Чинери, член парламента от Луары. Во время 44-дневной войны из государственных и частных музеев и галерей Шуши ничего не эвакуировали. Все осталось азербайджанцам, кроме ковров. В феврале прошлого года в Музее-Институте архитектуры Таманьяна в Ереване открылась временная выставка ковров из Шуши. Основатель музея говорит, что он и директор музея Таманьяна Марк Григорян надеялись, что появится постоянный уголок для ковров из Шуши. Но его не нашлось. Основатель музея ковров говорит, что ему удалось отправить половину из 300 ковров из этого наследия в Армению. И эта половина сейчас бездомна. Эрзрум, столица Западной Армении, расположен в юго-восточной части Эрзрумской долины, недалеко от истока Ефрат и Ерасх. С 10 января по 16 февраля 1916 года между турецкой армией, армянскими добровольческими отрядами и Кавказского фронта русской армии произошла битва при Карине – Эрзруме, одном из важнейших центров Западной Армении. Русская кавказская армия разгромила Третью турецкую полевую армию и захватила стратегически важный город Карин, открыв путь вглубь Османской империи. О том, что Азербайджан после войны развил политику враждебности, свидетельствуют новые формы пыток в отношении армянских пленников. Об этом на своей странице в Facebook написал Амбудсме Республики Армении Арман Татоян. Например, азербайджанские военнослужащие потребовали от армянского солдата отказаться от христианства и принять ислам. Когда армянский солдат отказался подчиняться, ему обожгли ногу, жестко избили и высмеяли. У кого был крест, либо отобрали, либо уничтожили. Когда наши пленники потребовали вернуть кресты, их жестко избивали и высмеивали. Я делаю эту публикацию, чтобы и мы, и международное сообщество знали о реальной ситуации, о том, какие нарушения прав имеют место, написал Амбудсмен. В конце 2021 года писатель Дэнни Даникям представил нам плоды своего многолетнего труда. Малая энциклопедия геноцида армян, состоявшая примерно из 700 страниц, представляет собой книгу борьбы. Предисловие было написано турецким издателем, правозащитником Рагипом Зараколу, который регулярно попадал в тюрьму за хорошее отношение к национальным меньшинствам Турции и за публикацию некоторых статей о геноциде против армян. Благодаря прекрасно документированным историческим исследованиям, автор подробно представляет хамидскую, младотурскую, кемалистскую эпохи и завершает книгу современной эпохой. Напомним, что приближается 19 января день официальной независимости Западной Армении. Приближается 15-е годовщины убийства Гранта Динько, основателя и главного редактора еженедельника «Окос», в связи с чем сценарист-режиссер Умит Кыванич снял фильм, над которым работал долгое время. Часовая работа под названием «Фильм для Гранта Динько из памяти» впервые будет показана на сайте фонда Гранта Динько 13 января в 20.00. Фильм будет транслироваться на каналах Умита Кыванич и Ютуб. В фильме представлены речи и слова Гранта Динько. По словам режиссера, талант Гранта заключается в его сильном, влиятельном, проницательном эмоциональном возбуждении, которое заставляло людей сомневаться в своих убеждениях, исследовать, учиться, рисковать и отказываться от собственных стереотипов, принимать смелые решения и совершать новые действия. На самом деле Грант был борцом за справедливость. Канонист-лауреат ряда международных конкурсов Марианна Геворкиан стала главным победителем конкурса глобальной культурной инициативы World Folk Vision в номинации «Музыка народов мира». Талантливая армянка завоевала главный приз – Грам-при среди 3950 участников из 115 стран. Напомним, что в 2020 году она стала лауреатом главной премии. Талантливая канонистка участвовала во многих национальных и международных фестивалях, где представляла Армению и армянскую музыку. В частности, на недавнем международном конкурсе в Индии она получила первую премию – специальный приз «Музыкальный посол». Талантливая Марианна Геворкиан в настоящее время является солисткой ансамбля «Тагаран» дома камерной музыки имени Комитаса. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!